Эта неделя для республики особенно насыщена событиями. Чуваша отмечает вековой юбилей автономии. Сам праздник перенесен на август, но в его рамках состоится Высший экономический совет по стратегии развития региона. Откроются сразу несколько социально значимых объектов. В основном мероприятия пройдут в онлайн формате. Среди них акция «Вместе гордимся». Об этом и многом другом говорили на традиционном совещании в Доме правительства. Особое внимание заседание Высшего экономического совета. Оно состоится 24 июня. В его рамках представят программу социально-экономического развития Чуваши на ближайшие пять лет. Это будет, скорее всего, кредитенция всех программ, действующих на сегодняшний день по развитию Чуваши и стратегии до 2035 года, и национальных проектов, и государственных программ. То есть на основе всех действующих документов по развитию республики мы делаем для себя четкую программу действий с тем, чтобы обеспечить полную синхронизацию работающих на сегодняшний день инструментов реализации важных мероприятий по развитию республики. Безусловно, во главе угла поступательное развитие экономики в республике построят три индустриальных парка и пять частных промышленных технопарков. На эти цели выделят 8 миллиардов рублей. Работать на этих производствах будут в среднем 2400 высококвалифицированных специалистов. Но их еще надо найти. Дефицит высококвалифицированных кадров является сдерживающим фактором развития промышленности и энергетики. Наибольший дефицит кадров наблюдается по направлению электроэнергетика, электротехника, машиностроения. Несоответствует плановых цифр приема в региональные вузы по направлению к реальным потребностям рынка трудовых ресурсов. Для решения проблем планируется следующее базовое мероприятие – мониторинг рынка, формирование рынка труда, формирование плана приема и выпуска с учетом реальных потребностей, целевой прием подготовки специалистов, включение в вузов число оформленных, тесное взаимодействие в вузов республики с промышленными предприятиями. Минпромэнерго должна тщательно проработать вопрос импортозамещения. Это даст большой толчок к развитию региона после кризиса. Говорили и о том, как обеспечить комплексную безопасность в республике. Соответствующая программа до 2024 года представил Госкомитет республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Вызывает озабоченность техническое состояние нескольких пожарных частей и нехватка квалифицированных спасателей. Так, в числе задач, решить которые надо в первую очередь – повышение зарплаты работников республиканской противопожарной службы до уровня федеральной. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика.